Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове проведут проверку всех грантовых конкурсов. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов после того, как стало известно, что один из победителей грантового конкурса «Агростартап» подозревается в хищении средств. По мнению следователей, три года назад конкурсная комиссия, присуждая гранты, была введена в заблуждение. Соколов попросил проверить итоги всех грантовых конкурсов за последние пять лет, а Минсельхоз оказать содействие следствию. Также будет проверено выделение субсидий за последние три года. Кроме того, в отношении должностного лица Министерства сельского хозяйства назначена служебная проверка. На время ее проведения чиновник отстранен от работы. Бывший замдиректора центрального рынка в Кирове осужден за взятку. В законную силу вступил приговор в отношении одного из бывших топ-менеджеров рынка. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он получил от индивидуального предпринимателя деньги за общее покровительство. Кроме того, он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к получению взятки в особо крупном размере за аналогичные действия», рассказали в областном следственном управлении. В итоге топ-менеджер был осужден на пять с половиной лет колонии строгого режима. В эфире «Экономика». В «Алых парусах» откроется МФЦ. На запуске нового многофункционального центра на еженедельном совещании в правительстве рассказал зампред Дмитрий Курдюмов. Открытие нового офиса запланировано на конец года. Там разместятся 20 окон для приема. Решение открыть офис в «Алых парусах» связано в том числе с транспортной доступностью жилого комплекса. Курдюмов отметил, что у кировчан самой популярной услугой по-прежнему остается регистрация права собственности. На втором месте справки об отсутствии или наличии судимости. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин